Всем привет, с вами Зенон, и сегодня мы поговорим о самом высоком человеке в истории. Поехали! Задумывались ли вы, сколько на земле обитает людей-великанов, чей рост преодолел отметку в 2 метра? На самом деле, их, как правило, волейболистов и баскетболистов очень много. Но что бы вы сказали, увидев гиганта, который вряд ли бы смог выпрямиться в большинстве современных зданий? А такой человек был, и звали его Роберт Першинг Уодлоу. Родился в штате Мичиган в 1918 году, однако прожил довольно короткую и нелегкую жизнь, каждый день которой был омрачен болезнями, опухлостью гипофиза и вытекающей из этого акрогемалией. Роберт дотянул лишь до 22 лет, и на момент смерти его масса составляла почти 200 килограммов, при рекордном росте в 272 сантиметра. Поразительно, но родители Роберта Уодлоу были среднего роста и ничем не отличались от остальных. Бурный рост мальчика-великана начался еще в 4-летнем возрасте и уже к 8 годам достигал 188 сантиметров, а в 18 эта цифра увеличилась до 254. Интересно, что Роберт был простым подростком, который посещал обычную школу, а после ее окончания даже поступил в университет. Впрочем, судьба распорядилась немного иначе. В этом же году Роберт Уодлоу принял твердое решение бросить университет и пойти работать в переездной цирк. С ним он объехал всю Америку, огромная публика, которая полюбила доброго великана и с нетерпением ждала его выступлений. К сожалению, как и большинство высоких людей, самый высокий человек в истории страдал разнообразными заболеваниями. Со временем ему даже понадобились костыли, поскольку из-за ограниченной чувствительности ног он уже не мог самостоятельно передвигаться. Эти злосчастные опоры и погубили невымышленного Гулливера. Во время празднования Дня Независимости США костыль натер ногу Роберта, что вызвало инфекцию и быстро развивающийся сепсис. Несмотря на огромное старание медиков, Роберта Уодлоу не удалось спасти. Он скончался во сне 15 июля 1940 года. Проводить в последний путь народного любимца собралось 40 тысяч американцев. Гроб с останками Роберта из-за небывалого веса несли сразу 12 человек. Родители приняли решение забетонировать могилу, опасаясь того, что местные вандалы надругаются над прахом сына или вовсе похитят его тело. Памятник на его могиле сразу бросается в глаза. Он вдвое больше остальных надгробий на кладбище. В родном городе Доброго Великана ему воздвигли бронзовую статую в натуральную величину. На этом все, дорогие друзья. Будьте с нами, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Также у нас есть интересная группа ВКонтакте, к которой вы найдете много нового, чего нет ни на сайте, ни на канале. Будьте с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok